Легковушки, брошенные во дворах воронежских многоэтажек, стали активно эвакуировать. С начала года около 40 авто отправились на спецплощадку. Это в два раза больше, чем за весь 2022-й. С чем связан такой рост, узнала Анастасия Алексеева. Типичная ситуация для многих дворов многоэтажек. Время 9.42, и в большинстве своем все машины разъехались. Но одинокое авто, которое уже стало местным памятником, все еще стоит. Спущенные колеса, буквально вросшие в землю. Хлам внутри и в целом непрезентабельный вид. Верные признаки того, что машина брошена. От соседства с таким памятником местные жители не в восторге. Кто-то возмущается тихо про себя, а кто-то жалуется властям. А это давно здесь стоит? Это стоит здесь, по-моему, менее давно, чем копейка. Но тоже уже много лет. Много лет даже? Ну, можно. Года три-четыре, наверное, они стоят. Там еще стоит даже буханочка у Ази. Там стоит 14-я разбитая. Конечно, их бы хорошо куда-нибудь отсюда деть. Эвакуации подлежат машины, которые стоят без движения, со спущенными шинами или разбитыми окнами более трех месяцев. Причем раньше, чтобы забрать авто, необходимо было установить собственника и отправить ему письмо. Что не быстро. Новый регламент ускорил процесс. Теперь уведомления клюят только на машину, а информацию размещают на сайте мэрии. Если через две недели хозяин не убрал железного коня, эвакуация. Чтобы спасти свое авто, если это так можно назвать, прибегают к оригинальному способу. Пишут записки. В данном случае это не помогло. Считанные минуты и машину забирают, предварительно опечатывая, чтобы обеспечить сохранность имущества, которое лежит в салоне. Но там, как правило, один мусор. Изъятые авто отвозят на специальную площадку. Если в течение двух месяцев за машиной не придут, владельца будут устанавливать через суд. Забрать свой транспорт хозяин сможет только после оплаты места на спецстоянке. Но не все с этим согласны. Случаи были, да, подавали в суд на нас за незаконные действия. Суды, естественно, проигрывались. Если посмотреть, да, вот «Газель» стоит с зеленой будкой. С 2019 года он судится с нами, дошел до Саратовского апелляционного суда, кассационного. То есть ему отказали. То есть наши действия признаны законными. Есть и те, кто не спорит, а просто не приходит на заседание суда. В таком случае авто признают бесхозным и утилизируют, даже если машина в хорошем состоянии. Как ни странно, но на площадке не только авто, больше напоминающие металлолом. Вполне есть нормальные машины. Вот «Мерседес-Бенз» 2002 года выпуска примерно. Но он тоже никому не нужен, поэтому через месяц он превратится, ну, примерно в такой спрессованный куб железа. Сейчас на спецплощадке почти нет свободного места. Здесь порядка сотни автомобилей. Но уже через месяц ситуация изменится. По решению суда добрая половина из них отправится на утилизацию.